Есть что обсудить. В Бавруйске проходит бизнес-форум и на старт 2024. Для города это отличная идея внедрения новшеств. Что полезного можно подчеркнуть? Заботой о самых маленьких. В стране продолжается вакцинация против гриппа. Проводятся различные игры. Как не заболеть в осенне-зимний период? Вкусный ликбез. Участники пресс-тура посетили красный пищевик. Больше всего мне впечатлило, что здесь шоколад натуральный. Какое послевкусие после визита на сладкую фабрику. А также во главе угла люди и мандариновое настроение. На главной городской площади устанавливают каркас новогодней елки, когда главный атрибут праздника наденет украшение. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Вопросы электоральной кампании. Александр Лукашенко провел встречу с руководителем и координаторами инициативной группы. В ходе беседы президент поблагодарил всех причастных к работе, однако заявил, важно знать проблемные вопросы, которые возникают при сборе подписей. Глава государства подчеркнул важность общения с людьми во время работы пикетов. Вместе с тем Александр Лукашенко поручил, несмотря на имеющие полтора миллиона, не прекращать. Действовать необходимо правильно, вплоть до указанного срока. Знаю, что очень аккуратно и осторожно все это делаете, никого не заставляете, не поддавливаете. И это правильно. Правильно, потому что нам это не нужно. Это абсолютно не нужно. И чтобы не создавать потом лишних вопросов, приходится очень аккуратно в этом направлении действовать. Но по тому объему подписи и количеству, которое вы собрали, это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет. Также в ходе рабочего дня белорусский лидер принял с докладом главу администрации президента. Лейтмотив – подготовка к декабрьскому заседанию Высшего госсовета союзного государства, организация предстоящих зарубежных визитов, изменения законодательства. Вектор развития. В рамках белорусской недели предпринимательства «Бобруйск» на два дня стал локацией для бизнес-форума «Иностарт-2024». Семинар на тему «Поддержка предпринимательства для инновационного развития регионов» объединил тех, кому не безразлично будущее родного города, да и страны в целом. На повестке ряд важных и актуальных тем. Перед участниками выступили квалифицированные специалисты в онлайн и офлайн формате. Перечень вопросов широкий – от нововведений законодательства до налоговых льгот и преференций. В «Бобруйске», к слову, функционирует 1240 организаций малого и среднего бизнеса, почти 5000 индивидуальных предпринимателей. На мой взгляд, место проведения мероприятий выдано не случайно. Город «Бобруйск» стремится создавать наиболее благоприятные условия для предпринимательского сообщества, поддерживать деловые и инновационные инициативы, стимулировать идеи для бизнеса, объединять государственные и частные интересы. Сразу после масштабного диалога участники форума посетили площадку филиала научно-технологического парка «Инката». На выставке «Бизнес-идей» были презентованы проекты конкурсантов, которые уже 22 ноября будут бороться за звание победителя конкурса «Ростки бизнеса». Приятным бонусом к первому месту полагается финансирование на реализацию лучшей идеи. Честно говоря, вот нам и руководство приехало из Могилевской области, они говорят, как же вам завтра будет тяжело выбирать из этих проектов самых, вот кому именно давать призовой фонд. Поэтому, ну, что поделаешь, это все-таки соревнования, но я думаю, что как минимум 7 проектов мы поддержим. Для города это отличная идея внедрения новшеств каких-то в разные сферы жизни, здесь от кулинарии до искусственного интеллекта. 18 заявок на победу среди инновационных проектов – мобильное приложение «Е-Рецепт», многофункциональный мессенджер с интеграцией искусственного интеллекта, оптический микрофон на базе лазера и фотодетектора, уникальная школьная форма и многие другие. Укол здоровья. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. Особое внимание уделяется самым маленьким бобруйчанам. В ежегодном мире регистрируется около миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе от 3 до 5 миллионов с тяжелой формой. Вакцинация – одна из самых рекомендуемых врачебных процедур. В первой детской поликлинике работники учреждения совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в игровой манере провели акцию, которая направлена на популяризацию прививок против вездесущей болезни. Мы проводим такую акцию. Детишек поздравляем с тем, что они вакцинировались, вручаемые шарики. Мы проводим различные игры, рисунки. В общем-то, хочется, чтобы наши дети с детства прививку запоминали не как что-то такое негативное и болезненное, а как праздник, здоровье, как то, что необходимо нам в нашей жизни для того, чтобы быть веселыми и радостными. Чтобы сохранить крепкое здоровье своих детей и не допустить развития жизнеугрожающих состояний, последующих хронических заболеваний, родителям необходимо подходить к делу с умом. Своевременная вакцинация – гарант устойчивости иммунитета к штаммам гриппа. Под прицелом камер. По стране путешествует пресс-тур в рамках программы «25 лет» союзному государству Беларуси и России. Представители ведущих СМИ посещают крупные предприятия в разных городах. Сладкая точка маршрута – визит в зефирную столицу. К променаду по красному пищевику присоединилась Елизавета Липеева. Встречают журналистов ведущих белорусских и российских масс-медиа информационным ликбезом. Акцент на сотрудничество со страной-соседкой в арсенале у красного пищевика – вкусные факты. Так гости узнают о широкой географии поставок от Смоленской области до Хабаровского края. Открытие восьми фирменных магазинов только в этом году. Ожидание от реализации продукции в Россию – 2500 тонн. Вектор на 2025 год заложили минимум открытия 10 торговых объектов. Возможно, сейчас еще на уровне правительства двух стран решается открытие белорусского большого торгового центра, где будут представлены все белорусские производители, не только пищевой промышленности, но и перерабатывающие. Но мы уверенно идем, будем открываться, хотим открываться. За продукт уверенный, продукт качественный. Знаю, старшие братья россияне любят белорусскую продукцию. Сладкий фуршет на столе и классические лакомства и необычные воздушные новинки. Зефир со вкусом клубники и шампанского лата, карамель с щепоткой соли, плюс новогодние жевательные с ароматом мандарины и марципана. Больше всего мне впечатлило, что здесь шоколад натуральный. И здесь сохранилась какая-то технология приготовления зефира, который сейчас в СНГ только здесь есть. Вот я в предвкушении посмотреть, как это выглядит и что это такое. Ну, впечатлило еще количество вкусов и вообще ассортимент. Спасибо большое, что пригласили. Жасмина Кацая Фантазия Дуванчик. В цехуручной глазировки 15 зефирных фейсов дают лакомый эксклюзив. Каждая за смену творит под 70 кило сладостей. Ощутить себя чудо-мастером выпадает шанс и журналистам. Такая удача, что я нахожусь на самом производстве. И у меня появилась такая уникальная возможность попробовать сделать эти легендарные грибочки самостоятельно. На первый взгляд кажется, что это очень просто. Просто нужно обмакнуть и все. Но на самом деле это не так, потому что нужно иметь определенную сноровку, вот как мне показал мастер. И шоколад же очень жидкий, чтобы это все красиво легло, постучать об палочку. Но очень такие яркие впечатления. Спасибо большое, что нам сегодня такую предоставили уникальную возможность. Буйство вкуса и на конвейере зефира в шоколаде на готовую картинку уходит 2,5 часа. Соответственная за резвые темпы, ускоренная технология. В сутки автоматическая линия выдаёт до 13 тонн лакомства. Всего сладкая фабрика предлагает свыше пяти десятков разновидностей воздушного десерта. Про красный пищевик я, конечно, знал. Это большая компания, известная ещё с советских времён. Интересно оказалось, что про рецептуру шоколада, которую делают, да, здесь до сих пор оригинальную. Впечатлили девушки, которые работают. То есть, работа своими руками. Вот нам сказали, что в день две тысячи зефирок. Я даже не представляю, что это. Как это для меня невообразимо. И вширь, и ввысь. Именитая продукция «Величава» занимает просторы логистического центра. Вместительность – три тысячи палетомест, а это 800 тонн сладостей. Собирают конструкторы из коробок два узкопроходных штабелёра. Ежедневно в среднем 60 тонн лакомых товаров отправляются на прилавки магазинов в фирменной сети Беларуси свыше 135 торговых объектов, где представлена вся продукция красного пищевика. Наслаждаются вкусом отечественных сладостей далеко и за пределами синёкой. Елизавета Липиева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Запах праздника. В воздухе вовсю витает дух волшебства. Ноябрь прощается с белорусами, оставляя за собой тусклую серость будней. Когда ждает снежное покрывало, расскажет Юлия Вернер. Игра на понижение. Зима медленно, но верно вступает в свои права. Плюсовые температуры покидают Беларусь. На смену им приходит минус. В ближайшие дни дожди сменятся снегом. Изредка сквозь тучи пробьётся ленивое солнце. Природа потихоньку засыпает. Холодно, сыро, пасмурно. Именно так можно описать последние дни ноября. Температура стремительно близится к нулю. Несмотря на серость, хорошее настроение поймать легко. Город потихоньку готовится к новогодним праздникам. А на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю ёлку. В Британии 200 школ закрыты из-за мощного снегопада. Синоптики объявили жёлтое предупреждение для Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Толщина покрова местами достигает 15 сантиметров. Гололёд и осадки создали напряжённую ситуацию на дорогах в зоне риска и поезда. По прогнозам метеорологов, непогода продлится как минимум до конца недели. В Америке свои погодные капризы. Свыше 600 человек остались без электричества из-за шторма, который обрушился на северо-западное побережье. Сокрушительная стихия принесла с собой сильные дожди и ураганный ветер. Падающие деревья повредили десятки домов и автомобили, завалили дороги и железнодорожные пути. Власти штата Вашингтон призвали людей укрыться в надёжных помещениях и не выходить на улицу. Зимушка-зима. 22 ноября в Бобруйске преимущественно облачная погода. Под вечер жители смогут насладиться летящими белыми хлопьями. Днём воздух прогреется до 1 градуса, ночью ожидается минус. Ветер юго-восточный, умеренный резких перепадов атмосферного давления не предвидится. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Бить нельзя не бить. Как администрация США расставит запятые в эскалации конфликта? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова